Всем привет! Новости от SpaceX и не только. После неоднократных переносов старта, происходивших по разным причинам, 22 февраля сего года, компания SpaceX, принадлежащая Илону Остаповичу Бендеру Маску, смогла наконец запустить ракету-носитель Falcon 9, на борту которого находились два первых спутника Microsat 2A и 2B. Предназначенных для раздачи глобального интернета. Спутники, которые называются Tintin 1 и 2, уже передали тестовые сигналы на Землю. И согласно заверениям Маска, поздоровались уже, передав Hello World, примерно через сутки после запуска, ну там где они пролетали, там и передали, я так понимаю. Маск также типа пошутил и сказал никому не говорить пароль от Wi-Fi. И его сразу же сказал Марсиане. Вот. Несколько лет Илон Маск говорил о своих планах по запуску тысячи низкоорбитальных спутников, которые могут обеспечить высокоскоростной доступ в интернет людям по всему миру. В прошлом году вице-президент SpaceX по спутникам вопроса сказал Конгрессу, что компания планирует запустить первые два демо спутника в конце 2017 года, но запустили в начале 2018. И если все будет хорошо, первый оперативный спутник уже будет запущен в 2019 году. В планах компании вывести на орбиту сеть из тысяч таких спутников, которые к 2027 году должны решить проблему полного покрытия интернетом всей поверхности Земли. Согласно бизнес-плану, с 2019 по 2024 годы SpaceX выведет на орбиту 4425 спутников для раздачи интернета. Вдобавок к этим 4425 спутникам, когда-нибудь в будущем SpaceX планирует вывести на низкую околоземную орбиту еще 7518 спутников на высотах от 335 до 346 километров. Мне интересно, это хотя бы на 25% когда-нибудь будет реализовано или нет. Так вот, такие вот группы созвездия спутников расположатся на низкой околоземной орбите. То есть это те, которые 4425 и на высоте 1110-1350 километров. Ниже, чем традиционные геостационарные спутники. Благодаря этому задержка при передаче сигнала составит всего 25-35 миллисекунд. В то время как у большинства спутниковых провайдеров этот показатель составляет 600 миллисекунд. Всего SpaceX обещает обеспечить интернетом миллиарды людей, в том числе жители отдаленных и сельских регионов. При этом, как они говорят, скорость соединения даже в самых отдаленных точках будет доходить до 1 гигабита в секунду. Ожидается, что спутниковый бизнес должен стать главным источником прибыли для SpaceX. Согласно внутренним документам компании, к 2025 году это направление принесет доход в размере 30 миллиардов долларов и операционную прибыль в 15-20 миллиардов. Ну, я бы, наверное, сказал бы, что Илон Маск это гений современности, величайший изобретатель нашего времени, ну и все такое. Но я этого не скажу, потому что это не так. Подобные проекты не создаются одним человеком, не создаются десятью и сотни людей. Над этим работают тысячи людей по всему миру, десятки тысяч, сотни тысяч людей. И данные проекты это не новинка. Подобные решения, пусть не в таком глобальном масштабе, но они есть. И есть у определенных компаний, и сейчас я их перечислю. То есть основные. Главным конкурентом считают OneWeb. То есть ранее известная как WorldWu. Планируемая британская группировка из большого количества спутников, которая, как ожидается, с помощью технологии мобильной спутниковой связи к 2019 году сумеет обеспечить широкополосным доступом в сеть интернет пользователей по всему миру за счет полного охвата поверхности Земли. Инвесторами проекта OneWeb выступают такие известные компании, как Airbus Group, Coca-Cola Company, Vision Group, Hearty Enterprises и куча других каких-то со сложными названиями. Идея группировки принадлежит WorldWu. На данный момент это компания OneWeb LLC, которая использует альтернативное наименование L5 в различных нормативных документах. Компания планирует вывести 700 спутников на низкую оквоземную орбиту, из которых одна половина будет находиться на высоте 800 км, а вторая половина на высоте 950 км. И спутники связи будут работать в К и КУ диапазоне радиочастотного спектра. Всего в новой группировке планируется использовать 18 плоскостей с 40 аппаратами в каждой, чтобы обеспечить последовательное покрытие. После запуска всей сети система, как говорят, сможет обеспечивать скорость передачи данных на уровне 10 ТБ в секунду для сельских районов по всему миру, используя технологии Wi-Fi, LTE, то есть это 4G, 3G и 2G, для подключения мобильных телефонов, планшетов и ноутбуков через небольшие недорогие абонентские терминалы к космическим аппаратам спутниковой сети. Далее и RIDIUM. Это всемирный оператор спутниковой телефонной связи. Покрытие составляет 100% поверхности Земли, включая оба полюса. Это одноименная орбитальная группировка, насчитывает 66 спутников, расположенных на низких орбитах, и высотой на высоте 780 км. То есть это группировка спутников, используемая для передачи голоса и данных по всей поверхности земного шара. Спутники находятся на низкой орбите, благодаря чему в качестве клиентского оборудования, одноименной системы связи, используются достаточно компактные спутниковые телефоны. Кстати, ради интереса советую гуглануть, поискать эти телефоны, сколько они стоят. То есть каждый может купить, но я думаю, не каждый сможет ежедневно таким телефоном пользоваться, потому что цены все-таки там немаленькие. За минуту разговора, за килобайт переданных данных и т.д. и т.п. Владельцем группировки спутников является Iridium Communication. Она также занимается производством клиентского оборудования. То есть для нормальной работы этой системы требуется как раз 66 активных спутников. Помимо этого, некоторое количество дополнительных аппаратов находится на орбитах целью оперативной замены отказавших спутников. Вот. Ну, 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 ну и все. Так. Ну, как бы каждый спутник содержит в себе 7 процессоров Motorola. Вот, с частотой примерно 200 МГц, подключенных к оригинальной внутренней сети. Вот. По одному процессору выделено на обеспечение каждой из 4 антенн. Два процессора осуществляют общее управление спутником, и один процессор находится в резерве. Вот. Есть также планы использовать резервный процессор для управления ресурсами спутника и обработки телефонных звонков. 4 межспутниковые антенны обеспечивают пропускную способность 10 Мбит в секунду для каждого аппарата. Каждый спутник может поддерживать до 1100 телефонных соединений и весит 680 килограмм. А вот. Соответственно, 1100 умножаем на 66, и можем узнать, сколько может в целом система поддерживать телефонных соединений. Далее. Гонец – это российская многофункциональная система персональной спутниковой связи, построенная на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Назначением системы является оказание услуг связи в глобальном масштабе. А вот. Система разрабатывается по заказу Федерального космического агентства России. Главным разработчиком является АО «Информационные спутниковые системы» имени академика МФ Решотнева. Вот. Разработка системы низкоорбитальной связи Гонец в порядке конверсии на основе системы спецсвязи «Стрела-3» была начата еще в 1989 году. Вот. 13 июля 1992 года были запущены два космических аппарата демонстрационного проекта. В 1994 году решением «Росавиакосмоса» работы по проекту системы были одобрены и рекомендованы для включения в Федеральную космическую программу России до 2000 года. Вот. После чего работы по проекту «Гонец» выполнялись в рамках государственного контракта между «Росавиакосмосом» и тремя головными исполнителями. С 2005 года началась опытная эксплуатация модернизированной версии спутника «Гонец-Д-1М» с вывода аппарата «Гонец-М» ракетой-носителем «Космос-3М». В середине второй половины 2010-х годов и по настоящее время группировка постоянно пополняется спутниками «Гонец-М». Последние три спутника с номерами 21, 22 и 23 были запущены 31 марта 2015 года. Хотя, возможно, информация устарела. На 2016-2019 год предполагается изготовить еще 7 аппаратов «Гонец-М». Вот. Следующая система «Глобал Стар». Группировка из низкоорбитальных спутников, предназначенных для обеспечения работы спутниковых телефонов и низкоскоростной передачи данных. По своей структуре и функциям сходно с системами «Иридиум» и там еще какими-то. Проект «Глобал Стар» был запущен в 1991 году как совместное предприятие корпорации «Лорал» и «Куалком». 24 марта 1994 года два спонсора объявили о формировании ТОО «Глобал Стар» с финансовым участием 8 других компаний, в том числе «Алькотель», «Айртур», «Додж Аэроспейс», «Хёндай» и «Водофон». Предполагалось, что система начнет функционировать в 1998 году. Благодаря инвестициям в размере 1,8 млрд долларов. Первые спутники были запущены в феврале 1998 года, но развитие системы было отложено из-за одного неудачного запуска ракеты-носителя «Зенит-2» в сентябре 1998 года, что привело к потере 12 спутников. В феврале 2000 года были выведены на орбиту последние 52 спутника. 48 рабочих спутника и 4 резервных. Ну и, как я понимаю, она работает и по сей день. Ну и последний у нас это «Виасад-2». Это геостационарный спутник связи, принадлежавший американскому спутникому оператору «Виасад», компании «Виасад». Спутник предназначен для предоставления высокоскоростного интернета на территории Северной и Центральной Америки, Карибских островов, Северной части Южной Америки, а также для основных авиамаршрутов между Америкой и Европой. После ввода в эксплуатацию «Виасад-2» стал как бы мировым рекордсменом по пропускной способности полезной нагрузки 300 Гбит в секунду среди всех ранее запущенных спутников связи. Первый спутник компании «Виасад-1» на момент своего запуска в 2011 году также стал рекордсменом книги Гиннеса с показателем пропускной способности, достигающим 140 Гбит в секунду. Аппарат построен на базе космической платформы Boeing 702HP компании Boeing и контракт на сумму 625 миллионов долларов был подписан в мае 2013 года. Размеры спутника в сложенном состоянии 6 на 3 и на 2 метра. Два крыла солнечных батарей с размахом на орбите составляют 48 метров и обеспечивают электроснабжение мощностью 18 киловатт. Стартовая масса спутника составляет 6418 килограмм и ожидаемый срок службы спутника более 14 лет. Но кроме всего этого, есть еще другие проекты других стран, в том числе и Китая. Но этих проектов хватает, поэтому обзоры всех я уже не делал. Но я думаю, вы понимаете, что подобные решения были и ранее, еще разрабатывались в 90-х годах. Ну и можно подытожить. То есть в очередной раз с запуском SpaceX ничего нового и прорывного не произошло. Все это, как уже было сказано, разработано и раньше, и разрабатывалось в течение многих лет и большим количеством людей, и большим количеством стран. Ну не такое большое количество стран участвовало в этом, но это не одна страна в целом. Вот. Ну и что тут еще можно добавить? Ну, для сторонников всемирного заговора теории, когда все какой-то имеют заговор против всех, или одни против других, или другие против одних, ну и так далее, то да, это теория большого заговора. И Илон Маск хочет поработить весь мир. Вот. Но для тех, кто не знает, что это за теория, или тех, кто не считает ее, как бы, правдивой, сомневается в этой теории заговора, то да, нету здесь никакого заговора. Просто это очередной план по глобализации. То есть в конечном результате. То есть эти планы, они на десятилетия рассчитаны и на поколение людей. Вот. И в данном случае, если у них все получится, а это покрыть, то есть вывести столько спутников, это под силу только здоровенным корпорациям. Вот. Ну, я думаю, вы знаете, какие есть в мире корпорации, и где они располагаются. Так вот. То есть это проект глобализации. Если дадут, если, как бы, выведут все спутники и покроют интернетом весь земной шар, то, как вы понимаете, что правильно. Это просто ничего личного, только бизнес. Это деньги. И большинство людей просто переключатся на одного оператора. Вот. Соответственно, эти корпорации получат опять дополнительный доход и дополнительное влияние. Ну, а то, что из этого вытекает теория заговора, как бы, мы все думаем, что кто-то там против кого-то заговорился, то, возможно, это и так. Но, по факту, если все получится, это убьет основных операторов интернета, мобильной связи и прочее. Потому что будет одна единая сеть. Вот. Ну, это лично мое мнение. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, ставим лайки, делимся, жмем колокольчик. Всем пока.